Мы уже несколькими разными способами доказали тождество. Оказывается, есть очень простое и абсолютно естественное комбинаторное доказательство. Рассмотрим всевозможные сюръективные отображения из множества первых s натуральных чисел в множество первых n натуральных чисел. Сюръективные, то есть те, когда в каждое из вот этих чисел хотя бы одно переходит. Если s меньше, чем n, это невозможно. Просто у нас здесь не хватит чисел, чтобы покрыть это все. Значит, ответ будет обязательно в ноже. Если s равно n, то это фактически перестановка. А перестановка n вакториала. Если s равняется n плюс 1, то смотрите, что мы должны сделать. Мы должны взять числа от 1 до n плюс 1, выбрать из них 2. Кстати, я здесь неправильно написал. Число сочетания не из n, а из n плюс 1 по 2. Из n плюс 1 числа надо выбрать 2. Это делается n умножить на эту цель пополам способом. И объявить, что это пара. Теперь у нас вместо n плюс 1 уже n чисел, и их надо как-то отобразить в эти. Это делается n вакториала этот способ. Теперь смотрите. Ответы, которые мы получили в всех малонавирусных рассуждениях в предыдущих случаях, они же такие же, по сути. Правда, здесь есть минус 1 стих, нет. Но, 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 но. В общем, господа, давайте просто вспомним про существование формулы включения-висключения и посмотрим, как это все будет. Пусть а, к, т это отображение, при котором в число к ничего не переходит. Для того, чтобы отображение было сюръекцией, надо, чтобы в каждое из чисел от одного до n что-нибудь переходило. И поэтому множество сюръективных отображений устроено так. Надо взять все отображения, их n в степени s и штуки, и выбросить из них а первое, а второе, и так далее, а и н. Потому что, если отображение не входит ни в одно из бакатов, значит, каждое число к будет покрыто. А это и есть сюръекция. Отлично. А как же считать количество вот этих вот интересующих нас отображений сюръекций? Из n в степени s надо вытянуть каждое. Это делается число сочетаний из n по 1. Единица способами. И посмотреть, сколько таких отображений. Ну, у нас уже фактически нет числа k. Значит, n в минус 11 в степени s таких отображений. Но, по парные пересечения надо вернуть. Значит, плюс число сочетаний из n по 2. А теперь, когда берем по пересечению двух, уже в два числа ничего не имеет. То есть, таких отображений n в минус 2 в степени s. Ну, и так далее. Такая вот, чередующаяся сумма, где каждый раз число сочетаний из n по какому-то числу и умножается это на n минус вот этого числа в степени s. Замечательно. Но, посмотрите сюда. Число сочетаний из n по 1, это же то же самое, что число сочетаний из n по n плюс 1. Единица – это число сочетаний из n по n. Число сочетаний из n по 2, то же самое, что число сочетаний из n по n минус 2. И получается, что вот это выражение в точности это. А если вы вспомните выражение, которое у нас было в самом начале, то оно только знаком минус 1 в степени n отличается от этого. Если угодно, я могу сейчас быстро написать формулу, когда s равняется n плюс 2. Речь будет о количестве сюрпризивных отображений из множества от 1 до n плюс 2 в множество чисел от 1 до n. Согласиться их несложно. Тут есть такие варианты. Или выбрать три числа, какие-то предвольные три числа, их соединить в одно. И потом число сочетаний из n плюс 2 по 3 умножить на n в 3. Или не делать так, а выбрать две пары. Что такое выбрать две пары? Это значит, надо выбрать сначала одну число сочетаний из n плюс 2 по 2. Потом выбрать другую число сочетаний из n по 2. Поскольку неважно, в каком порядке мы выбирали, то разделить на 2. Ну, и опять умножить на n в 3. Вот, пожалуйста, вам выражение. Хотите для n плюс 3, может быть, там побольше. Но видно, что без проблем выписывается для любого. И чем дальше эта форма будет сложнее, но комбинаторный смысл очевиден. И поэтому уже проблема не в точности, а в том, как именно посчитать количество этих самых субъективных отражений.